Так, ну вот, начинаем работать. С чего мы, собственно говоря, начинаем? Это со стола. В принципе, все те же самые техники можно делать и на кровати, и на полу, на ковре, либо специально на маты такие стилей, да? Но правильнее и удобнее будет, особенно если вы работаете, то есть это ваш профессия, да? То на полу долго вы не проработаете. Спина будет болеть, колени будут болеть, да? Главное выбрать правильный стол. Стол должен быть определенной высоты, ну вот, примерно, он должен быть до кулаков вот такой высотой. То есть это для меня низкий стол. Ну, или вот так, к ладони, да? Должна опираться. Ну, вы пониже меня, вам как раз будет он нормальный, да? Вообще, в принципе, можно маневрировать, можно стоить, перенемать разные, да? И садиться до того уровня, до какого вам надо. В столе желательно должна быть дырка, вот мы ее вот так оформили, да? Простень пониже и обложили полотенцем, чтобы не затекал лоб, лицо, чтобы мягче было. Можно использовать подушечки такие, знаете, в самолетах такие выдают, например, даже подки, по кругу, да, по кругу, да, сюда под лоб, можно ее под горло класть, подушку, ну, там, в общем, можно маневрировать. Я, например, когда делаю жесткие мануальные техники, я, наоборот, дырку не использую, а кладу человека в обратную сторону, сюда, потому что дырка даже мешает, потому что надо будет нажимать сверху на позвоночник. А с этой стороны, со стороны ног, ну, в данном случае у нас здесь голова будет, да, здесь ноги, мы кладем подушки, ну, у кого что есть, в данном случае тут у меня ортопедическая подушка лежит, да, специально под углом, вот сюда повыше, под щиколотки. Ну, давай, кто первый, давай, ложись, а тебе покажем сюда головой, соответственно, ныряй, начнем наши практики со спины, вот, когда положили человека, да, еще, подожди, вы сами его маневрируете так, чтобы, вот, может, неровно лечить, да, там, не подегонарив, сами подходите и поправляете вот так, чтобы он лежал ровненько. Расслабил, вот, расслабил, вот, видите, позвоночник, я выровну, я вижу оси его позвоночника, головой, да, и ног, вот, как прицел между пятками, лотаниками, почему устраивая свадьбу, здесь максимально желательно под щиколотки, чтобы лежало, да, чтоб не так, и не так, а именно под щиколотками, наиболее мягкая поза будет, потому что некоторые лежат на столе и час и два могут пролежать, процедуры разные бывают, да, чтоб было удобнее, и, соответственно, для чего это делается, ну, во-первых, чтобы расслабить все вот эти части ног, глиностопные, да, атакилосухожелезу, лимфоузлов под коленкой, вот, в этой зоне, да, во-вторых, у некоторых бывают такие коленки, которые выпирают, соответственно, когда он лежит прямой ногой, он просто давит коленку на стол, ему будет больно, да, а так он лежит, по сути, на бедре, на своем, вот, в этом мягком месте, понимаете, он гораздо будет мягче, и он выше сможет пролежать, ну, и, в-третьих, самое, что нам необходимо, это лимфоотток идет от пяток вниз, дело в том, что лимфооттечет снизу вверх, и лимфу у нас в организме никто не качает, ну, есть, есть поговорка даже такая, что кровь в теле человека качает сердце, а лимфа только массажист, и поэтому у нас очень часто, ну, на самом деле, не только массажисты, конечно, лимфа качается от сократительной деятельности мышц, то есть мышцы сжимаются, да, вот, иклюю работу эту человеку, да, и они потихонечку качают эту лимфу снизу вверх, но, поскольку у нас часто бывает либо сидящий образ жизни, либо, наоборот, у кого-то очень активный образ жизни, кто-то берет много, да, и в том и другом случае лимфа застаивается, она не успевает прокачаться, либо мышцы становятся забитые, да, либо человек просто все время вертикально не может, как бы, ну, она затруднительно пробиваться вверх, да, поэтому хотя бы на вашем столе пациенту уже будет легче, уже будет хорошо, что хотя бы он там полчаса, например, лежит, уже лимфоотток идет. Пятки должны быть выше сердца, как вы видите, в данном случае, ну, вот, сантиметра на 10 получается выше, да, вот это вот нормальная высота. Соответственно, и все наши движения будут тоже снизу вверх идти, от периферии к центру, в сторону центра, в сторону сердца. Ну, давайте я тогда поподробнее, прям сразу про это расскажу, про наше движение. Ну, во-первых, давайте вернемся к тому, как положить человека, да, работаем мы со стороны сердца, и, ну, начинаем работу, да, и, соответственно, нам нужно положить так, вот мы с противоположей стороны стоим, чтобы эта рука не мешала, мы кладем вверх, потому что мы будем тут все время двигать, все время пить его локоть, это будет как-то ему неприятно, да, и мы будем задевать, да. Во-вторых, обрабатывая вот это вот место, мы должны его максимально расцянуть, тут, так видите, сжимается, да, вот, так и цветом мышцы, мы должны руку либо положить вот так вот, либо вдоль тела, что было расслаблено, да, полностью его расцянули. Даже, когда я работаю без дырки, я вообще рекомендую положить голову вот так, в мою сторону, потому что я сразу работаю с вот этими мышцами, то есть они сразу начинают растягиваться время движения, понимаете, да, то есть, работа идет, грубо говоря, спина у меня называется, да, это сегмент от ягодиц до макушки головы, то есть это все включается в спину, ну, даже вот часть плечей затрагивается, вот, ну, может, пока было удобно так, да, можно поставить. Массаж разделяется сегментарно по, ну, от сердца, да, то есть, грубо говоря, вот, плечо-лопаточная зона вот такая, да, потом средняя часть спины, ну, поясница можно отдельно, да, рассматривать, поясница и ягодицы. Накрываем человека, ну, поскольку мы начинаем со спины, да, давайте вот его накроем. Сразу просто, нижнюю часть спины, это очень выгодно для человека. Почему? Потому что, во-первых, мы не даем остыть этой части, да, если он, например, пришел с мороза, да. Вообще, кстати, вот, небольшой лайфхак, хотел сказать, ну, давайте так вам скажу. Сейчас, секундочку, это светит, спозит ветер. Простынь заворачиваем, то есть его одежду, да, его белье подворачиваем вот так вот, чтобы не пачкать его белье маслом, а здесь подворачиваем под пальцем ног, чтобы он тоже не остывал, и мало ли там какой-то ветерок или что-то еще. Самое опасное, это во время массажа, мы же будем разогревающей технике делать, да, и после массажа это нельзя допускать сквозняков и всяких ветров, чтобы человек не остужался. Иначе вы его размяли, у него размягчились мышцы, да, а потом вышел куда-то, там их схватило. А он будет думать, что это вы виноваты, что это вы ему причинили вот эти последствия, да, вот эти боли. То есть, на самом деле, виноват будет сквозняк. Чтобы этого не было, надо хотя бы, чтобы он минут 40 после массажа был в тепле. Ну, я работаю в бане, там проще, да, я просто говорю, не выходите на улицу, на веранду не надо, идите сразу там 5-10 минут либо на столе полежите, да, либо там посидите, чаек попейте теплый, а потом идите в поилку. После этого у человека даже бывает, ну, когда мы лифодренажный массаж делаем, да, он даже бывает в туалет сразу, или после поилки. Сразу активизируется, ну, весь метаболизм в организме. Идет первичный сброс вот этих накопленных веществ токсических. Так, по поводу сегментов я так все никак не договорю. Значит, сегменты вот отдельно лопатки, да, отдельно средней части спины, поясницы, ягодицы, бедро, икроножные мышцы, да, ну, и ступня вся, голеностоп. Вот, начинка с ахилосвхожилия. Также вот, как бы, руки у нас делятся, да, на три части шеи отдельно и голова отдельно, черри получается, да. И, соответственно, во всех этих системах мы движемся, во всех сегментах, мы движемся снизу вверх, но сами процедуры начинаем делать посегментарно сверху вниз. То есть, сначала мы делаем сверху. А, нет. Да, то есть, для чего это делается, я вам объясняю. Во-первых, все это кровь гонится и лимфа гонится в сторону сердца, в сторону груди, да, но наши ткани, они как губка, понимаете. Если мы вот тут не разогрели, например, голицу, да, а начали отсюда гнать вот эту всю кровь, и лимфа сюда, то тут будет закупорка, понимаете. Они же тут-то еще не разогреты, они же еще не уходят. А если мы начинаем отсюда, то есть, этот сегмент у нас уже растерт, уже лимфа уходит в лимфоузлы, вот туда. Ну, кстати, я вам просто сразу показываю, видите, это подмышки в паховую зону и вот туда в подключичную зону, вот прям туда, по шею. То, соответственно, уже поток в организме жидкости уже увеличен, да, поэтому, переходя к нижней зоне, мы туда подгоняем ее, и как бы она ускоряется. То есть, мы, идя сверху, идя сверху вниз, мы массируем снизу вверх. Да, движение делаем от краев организма к центру, а сегментарно делим от центра к конечностям. То есть, получается, здесь даже, например, вот если тут размята, то уже вот эти вот жидкости, да, они как бы дают дополнительный подсос, уже не хватает, да, а мы отсюда им подгоняем, гоним отсюда, понимаете. И тогда весь общий организм человека, он ускоряется, все вот эти метаболизмы ускоряются. Нишклез и сен-жидкости там тоже начинают участвовать в этих процессах. Ну, это единственное, что не касается массажа там всяких специфических, например, восточных, там, да, вот тайские, они любят вот пальчиков ног, например, делать, да, начинать потихонечку идти туда. Или это, может быть, не касается того случая, когда вы делаете, ну, такие массажи, как ломи-ломи, ну, и массаж гавайский, так называется, когда у вас все тело задействовано, то есть, вы одновременно делаете практически все тело, вот так вот. В виде вы же, это было, и он ее локтями там делается, да, мы тоже все будем делать, там, практически вот все тело, и так вот, обрабатывается, вот, а в нашем массаже, соответственно, мы будем вот так вот работать. И, ну, в принципе, сейчас мы, кстати, вот начнем переходить непосредственно к техникам, да, подготовить на работу, давайте скажем, что на этом почти закончено, немножко скажу только про масло. Масло, в принципе, кокосовое, да, нарисовано, но я его смешал, можно любое масло вообще использовать, хоть с льняного и кокосовое, там, кунжут, но любят вот на Востоке, они его подогревают, лучше всего подогреть, можно масло, ну, это вообще отдельная тема, один урок у нас будет по поводу масел и как их смешивать, там, ароматерапия туда включается, дополнительные эфирные масла добавляются, да. Ну, по факту я беру масло подешевле, когда у меня поток идет людей, да, это оливковое смешное с подсолнечным, и добавляю туда несколько капель разных эфирных масел. Ну, смесь делаю по компонентам, вот даже, самое простое, можешь вообще не думать, просто по запаху, оценивайся, да, как он приятно, да, и чтобы человеку тоже было приятно. Ну, если тогда цитрусовые нотки включаются, да, то это сразу активизируется, рецепторы кожи, это уже будет лучше для человека. Сейчас цитрусовый будет лучше в любом случае, да. Да, любой цитрусовый, ну, там, все равно какие, глимон, там, грифрут. Так, значит, тут у меня смесь, просто я уже не помню какая, почти уже не пахнет, вот, и, соответственно, для подготовки я вам говорю о том, что масло желательно, ну, разливать во флакончики с дозатором, это мы сами их, ну, остаются после, например, косметических средств, да, после мыла, сами для себя подготавливаете, и, ну, иногда продается просто уже масло такие, это не важно. И не льем масло на человека, то есть его можно либо, да, потому что, потому что он просто будет неприятно холодно, потому что масло надо было бы, сейчас мы его не подогрели, да, либо на батарее мы его греем, да, либо есть такие комфорты специальные греем, да, 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 заботитесь о комфорте вашего пациента. Поэтому я лью масло на руку, в руках, видите, ничего мимо не пролил, то есть масло нужно столько, сколько нужно, его не надо, чрезмерно много, да, и не надо мало, потому что если у человека волосики будут на теле, да, они могут подрываться, будет им просто неприятно, да, если много масла, то вы зальете и его, и просто не на пол, и на себя будет капать, понимаете, тоже не нужно, потом оно и смывается еще будет, смываться будет долго. Поэтому масло берете такое количество, какое вам нужно, ну, тут я даже не знаю, сколько, чуть меньше чайной ложки, да, вот, растираем, ведь даже я не, ничего не пролил от человека, да, и потихонечку, сразу вот этим первыми движениями, поглаживающими, мы начинаем делать и процедуру массажную, и растирать одновременно масло. Небольшие лайфхаки в работе, вам скажу такие, что, вот, начинают они с самых легких, да, вот таких движений, или даже вот просто положить на пациенту руку, и пока вы его, например, опрашиваете, да, вы можете отдышать руку, чтобы его тело, его подсознание привыкало к вашему воздействию, потому что, мало ли что он там расслабился, он думает так, да, он может думать что угодно, но его подсознание, оно контролируется, его тело, и, как правило, воздействие извне, предшествует реакция отторжения, чтобы не было отторжения, чтобы мышцы не напрягались, да, я кладу руку, так может, легка покачиваясь, спрашивают, в каком месте, это же все болит, где проблемка, вот здесь вот, сейчас вот здесь, да, ну, для этого дойдем, а плесничка нормально, да, это такой легкий опросик, делаясь у человека, да, или там, спрашиваете, давно ли ты ходил на массаж, да, сейчас, да, вообще, делать такие процедуры, да, подготовить на работу, да, и в этот момент вы уже начинаете легко его даже не разминать, а поглаживать, мы еще не перешли к разминаниям, если масла не хватило, вот вообще любую процедуру, я вам рекомендую делать, особенно с лицом противоположного пола, новый мужчина, да, вот если там женщина лежит, не отрывать руки, то есть вы переходите к другой части, да, как можно реже отрывайте руки, если вы уже начали, это от начала до конца, касайтесь человека, я это делаю, как я либо вот его там тру, если перейти на другую сторону, да, заполнить на там, ему что-то раз перешел делать с этой стороны, либо я с той стороны вот обхожу, вот, например, тут разминаю, да, и в этот момент обхожу, и говорю, ну, там, поменять руки, голову, давай в другую сторону, вот видите, я практически не отрываю, не хватило мне масла, да, я сразу же взял, тоже быстренько раз, вот буквально, там, одна секунда, может быть, оторвал, да, от тела, тут же вот добавляю, так, вот, на этом у нас этот, эта видеосъемка заканчивается, в следующем ролике мы покажем некоторые ноу-хау для подготовки пациента, итак, дорогие друзья, некоторые ноу-хау, лайфхак, лайфхак, честно, одно слово такое, для массажистов, для их работы, если в том случае, когда там пришел человек, да, с улицы, например, да, с холодной погоды, то сразу воздействовать на его организм жестко, там, да, не рекомендуется, ему будет больно, будут проблемки, там, да, поэтому желательно его предварительно разогреть, разогрев как можно, либо, ну, то есть он уже быстро приступит, да, вы можете растиранием разогревать, но это будет достаточно долго, да, вы можете вспомогательные средства для этого использовать, такие как, ну, некоторые используют фен, берут фен горячий, да, и горячий воздух его обдувает, у меня просто люди приходят из бани, поэтому они уже разогреты, да, я это не использую, но если с улицы, то я использую простыни, я их подогреваю на колорифере специально, и горячий простыню, вот, накрываем человека, и сразу, вот, ему становится тепло, он чувствует некоторый комфорт, да, вы его сразу уже начинаете проминать, можно даже через простынь, сразу уже какие-то мышцы, вот так вот, пожармкать, помять, разогрев такой, да, понимаете, сразу же разогреваем большие поверхности этой кагодицы, бедра, накрываем простынью ноги, стуки, вот, должны почувствовать тепло, да, заворачиваем простынь, вот, ступы, чтобы максимально комфорт был, и здесь подворачиваем простынь, вот, одежду, вот, я обычно при этом, ну, как правило, клиенты начинают высказывать, такое, оооо, как тепло, ооо, хорошо, согрелся, то есть они сразу же довольны, понимаете, это плюсик к вашей работе, к вашему качеству работы, то, что я говорил, как работает, да, это вот такие некоторые моменты, нюансы, которые увеличивают лояльность ваших пациентов к вам, да, а я им еще приговариваю, это у меня специальные простынь для вип-клиентов, для спецослуживания, для супер, этих, уважаемых, персон, да, вот, поэтому, незамедлительно, ловите вот эти лайфхаки от Олега Лафакудвина, и используйте в своей работе, все, в любой работе мы начинаем с легких техник, да, ну, я вам сначала показал вам, да, сначала там покачивание, такое, договаривайтесь, как бы с человеком, я и ты, мы с тобой одной крови, ну, как бы, ты помнишь, как Малка, да, и вот я начинаю размазывать масло, да, одновременно его уже поглаживая, мягко переходя к растиранию, растирание это что? Это, по сути, трение, трение, как вы знаете, оно передает тепло, да, то есть это делается достаточно быстро и энергично, вот, если не хватило масла, можно добавить немножко, вот, приемы растирания какие? Ну, во-первых, круговые, да, достаточно большие, поверхности телом сразу захватываем, вот, одну полосу только он прошел, да, вторую полосу прошел, ну, если у вас ладони большие, как у меня, да, я могу одной сразу худеньких людей, там, вот, сразу одним махом, да, просто бывают, ну, и для меня тоже бывают большие люди, которые вот такие на столе, мне там надо несколько полос движений про них, по три, там, полосы пройти с одного бока, да, какое еще растирание бывает? Продольная, вот такая вот, достаточно резкая, широкая, и, как видите, у меня включается в работу тело, весь мой организм, то есть я от пятки, от пятки задаю движения, а если кто-то у вас очень умноженными занимался, знаете, да, вот этот принцип удара, который включается все движения тела, также тут у меня все это тело включается, да, вся масса, таким образом я дополнительно приношу пользу к себе, во-первых, ему больше энергии передаю, да, 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 правильно говоришь, на позвоночник, на ваш, собственно, меньше нагрузка, и, кроме того, меньше устают руки, потому что работают все тело, вообще я рекомендую воспринимать вот вашу практику, как некоторую гимнастику и саму себя, то есть вы же сами тренируетесь, да, далее растирание можно делать, ну, в принципе, любой частью тела, можно вот так в ладони, да, можно ребром ладони вот этим, я рекомендую, ну, то есть, давайте так, пошагово, это, во-первых, делается для локально, для любого части тела, перешли там к икре, с икрой тоже самое сделали, да, перешли там к голени с той стороны, с голени сделали то же самое, с руками, да, техника одна и та же, но применяем, давайте еще раз, круговые растирания, продольные растирания, и вот такой прием, штришки называется, когда мы впиваемся, уже полурастирание, полуразминание такое получается, между позвоночником и валиком вот этих вот пары вертобральных мышц, между ними вот так вот сюда, поглубже впиваемся, и начинаем с крестца, видите крестец, не выходя на позвоночник, а чуть-чуть сбоку получается рядом, чуть-чуть на кончик, да, вот такую поворотку получается, на самом деле очень просто делается, объяснять дольше, чем сделать, просто еще одно правило, не нажимайте никогда на позвоночник, да, но вот здесь вот под росточки, да, это будет некомфортно человеку, а мы работаем с мышцами, они все сбоку находятся, поэтому я вот оттягиваю мышцы в бок, штришками, штришок это что значит, это я разбил на несколько зон тела человека, ну, например, на 4 зоны, да, и их отдельно, раз, два зона, три зона, четыре зона, видите, прошел, потом разбил на три зоны побольше, раз, два, три, потом разбил на две зоны, раз, два, потом разбил на одну зону, и одну руку, так вот, место, и план, видите, уже пошел покраснение, разогревать, значит, пошел хороший, видите, до сколько я захватываю больше зон, от копчика практически, где все заканчивается, до трапециевидной мышцы, вот туда аж, доворачиваю, я ж оттуда, видите, вот, ну, тела бывают разных людей, некоторые бывают с выраженным лордозом здесь, дискифозом, то есть, вот такой вот волной тело идет, да, ну, значит, он такой волной, и надо будет по телу, по его проходить, так все это делается энергично, и следующий прием, это выжимка, выжимание, когда мы берем большую массу тела, ну, в данном случае, прям даже от ягодицы можно взять, и вот, плотно, видите, мне хватает, естественно, одной длины руки, кому уголки и ладони, плотно, вот так вот все, выводим все его массы, вот туда, это больше мы воздействуем, на самом деле, на лимфу, поэтому будем к лимфу узлам подмышку, второй проход делаем, уводим вот туда, подключичную зону, можно, если вам, ну, как бы, хватает силы, чувствуете, что надо больше, да, утяжеление делаете, любой почти приема, родился утяжеления, на второй руке, вот, видите, как плотно, вводим вот туда, все, назад возвращаемся, помните, он говорил, чтобы не отрывали руки, да, лучше не надо, вот так вот, тут закончили, да, и перешли сюда, как раз, вот еще одна очень большая ошибка, многие делают как-то, вот тут чуть-чуть, потом вот тут чуть-чуть, потом вот так разомнут, потом вот тут, примерно какими-то кусочками, желательно, и в этом смысле моей техники, что каждое движение, каждый вот этот прием, переходящий, один переходит в другой, волной, эти волны мы тоже будем изучать, то есть вот мы, если закончили, да, вот это движение, то назад, ну, так немножко потрясли его там, да, или так же, немножко раз, еще раз, и перешли к следующему приему, ну, это уже разминание, это мы уже будем изучать в следующем видеоролике, до новых встреч, друзья. Итак, после, дорогие друзья, растирания, самого первого приема, да, мы переходим к некоторым растираниям, такие вибрационные уже техники, сразу, вот это, в чем отличие мануального массажа, да, в этом воздействии сразу на пустосовершен аппарат, любая вибрация, она, во-первых, не дает долго, ну, любая мышца, спазмированная, рано или поздно вибрация расслабиться, то есть вибрация, да, поэтому используем все виды вибрации, покачивания, потряхивания, скручивания, вот любые, да, начинаем вот с такого, упираемся в крестец, сползаем мимо позвоночника, да, и дальше у нас вибрирует пальцы рук, вот это единственное движение, когда мы задаем его не от ноги, от корпуса, да, в руку, а когда, наоборот, вот пальцев, то есть, тут практически прямой локус, у нас, да, он даже чувствуете, как все пальцы вибрирует, начинает. Попробовал, да? Попробуй, 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 обоими, обоими, чувствуете, что мы, точно, даже вот тут вибрирует, это, да, вот ты правильно делаешь, это, да, да, вот так вибрируете, попробуйте если у нас смотрится записи тоже попробуйте перед экраном вот соответственно вибрации передается вот сюда в наше основание ладони да и передается в него смотрится самим многие сразу отмечаю что такое приятное движение 1 1 прошли 2 2 2 вибрация это мы уже вверх то направляем в него то есть мы берем эту же руку за пальцы и пальцем продолжаем вести с упором да а это выходит мы будем внутрь его тело все полно так что не стоит и можно как бы эту вибрацию немножко там посильнее сделать когда вы хотите а по сути не тело а позвонки вот а по сути даже эти не это не позвонки астиста отростки то что мы щупаем это отросток такой вот тело позвонка до видит отросток назад градусов и собственно говоря мы их и щупаем они сам позвоночник он позвоночник гораздо глубже чтобы вы понимали вот и эти отростки они бывают неровно то есть идеально у человека не должны идти по одной линии соединяя от крестца до макушки головы должна быть одна единая прямая линия но часто бывают они повернутые то есть грубо говоря вот если пальцем отростки да они могут как-то там и скажем ну да развернуты и вот подбивая их с боков да мы пытаемся восстановить обратно то есть мы уперлись пальцем большим вот где закончился крестец нащупали начинать позвоночник уперлись него сама рука положилась это практически мы одновременно и выжимку делаем совмещаю двадцать приема да но покажу отдельно то есть мы это три в одном получается мы подбиваем эти позвонки туда идем да если палец у вас ногтем или вам неудобно вот эта часть сюда попробуйте вот этой частью например или бог надо положить это может богу то есть палец располагается так как вы как вы больше чувствуете то есть мы подбиваем эти позвонки стараясь хвырная а с другой стороны второй прием скалки в одном дата 1 это выжимка 2 это подбить и вращение вот этих позвонков да то есть вот такая вибрация в этой плоскости и третье что мы делаем мы диагностируем то есть наша подушечка пальцев она достаточно чувствительна и соответственно мы можем пройтись ну как бы отдельно да и просто прочувствовать делаем там какой-то блок какой-то тяж мышечный идет может быть да это может быть сгусточек чего-то там и сами позвонки там на месте на месте тоже проверяем вообще позвоночник конечно лучше проверять двумя пальцами с двух сторон с двух сторон вы смотрите его симметрию симметрично и симметрично да повернут или повернут вот этот будет ушел замок чуть-чуть чуть-чуть сюда вышел наружу вот так вот для пальцев любыми пальцами одной и двумя руками да в общем-то это мы еще будем еще проходить диагностику на следующее занятие а сейчас мы диагностируем это вот этим вот этот позвонок видите сразу же я чувствую сюда вот этот вот ушел сюда этого и вот вправо вот но по сути все можно пальцем взрос когда у вас опыт уже будет так вот теперь все эти три наших назначения движения объединяем в одно ставим сюда как для этого тогда выжить упираться пальцем вот этой рукой делаем упор больше в этот палец я иногда делаю еще глубже я делаю сразу вот так вот видеть сбоку да да сбоку я достаточно бывает больно потому что это сразу мы внедряемся глубоко миофасциальный массаж этот элемент и проходимся по общему подгоночнику до до края вот этот апецевидной мышцы таким образом это первое движение к разминанию уже относится с помощью даже четыре в одном извините уже даже не три в одном и четыре в одном это первое наше движение к глубокому разминаем мышц потому что дальше в следующем видеоролике мы кстати к этому перейдем мы будем уже более глубоко работать с вот этими разогретами нашими мышцами по другому уже будем разминать вот а это у нас три вида вибрации одна составляющая из этих вибраций все четыре элемента включают вы запомнили какие мы все будем повторять а если вы не пришли на наши тренинги да многое многое потеряли до новых встреч друзья перес начала вибрацию вот смотри да ты сделал что я сделал выжимку я сделал выжимку с утяжелением сделал и дальше у нас идет вибрация даже как при этом же так и дальше у нас идет вибрация такая да только сразу спокойно это будет у тебя круто получается если у нас есть первого раза все получилось движение а еще можно с утяжением у смотри может ты музыкант может быть вообще у меня я решу и я не умею на все потому что обычно всем сложно это получается с первого раза теперь также рука остается с крестца спускаешься об и на мышцу стол и теперь дверь упираешься этой рукой а это рукой задаешь движение кристос окна мощная долга и задавать движение поэтому хоздая джиме да а тут то лежит как лета то есть то есть это рукой его купю опёрся а вот это пробиваю правильно я вот неверно не хорошо получается хорошо хорошо получается и еще раз или там дальше может два раза пройти до так может сбоку нет утром пожарная на где прошли на мышцы лет является я думаю не так то в приятном будет а тут лежит у меня прям эмоции зашкальна и далее далее диагностируем да диагностируем но мы одним пальцем просто проведи сначала почувству для себя где что есть где можно смещен позвонок немножко но тут скорее либо мышца это можете да вот они 1 2 3 и тут ведь это было середине вот вот здесь вот уплотнение это может это может не критично вроде вроде бы так ничего не хорош а теперь мы это движение объединяются вот этим когда мы подбиваем позвонки такой движение утяжеление ближе на пальцем большую надави и туда позвоночник там позвонки не шлёпай не шлёпая вот так вот мягко так ворачиваю хорошо ты просто это сделал прием а теперь мы же объединяем еще с выжимкой теперь получается три в одном выжимка диагностика и еще я разминку делаю четвертую глубину а палец вот так удобнее но и ножку поворачиваю так богу да вот она есть не сильно правильно сказал если не программка вот пойми что в этом движении сразу четыре движения заложено просто еще раз повторяю вы можете сделать все отдельно по отдельности но у меня клиенты идут по времени в общем тайм у меня ограничены потому что деньги за это заплачено да поэтому я во многие движения объединяю несколько приемов о послушайте отлично сразу получается так а теперь с этой стороны сделать перекладываем руки до